Каждый год в преддверии Дня студентов Министерство внутренних дел Российской Федерации проводит общероссийскую акцию «Студенческий десант», во время которой знакомят учащихся с работой полиции. В этот раз мероприятие было организовано для студентов первого курса Буйского техникума железнодорожного транспорта. Чтобы они посмотрели, как работает транспортная полиция, имели смысл, включили смысл ее в общесуществование. Они посмотрели, им рассказали о том, как образовалась транспортная полиция, о ее задачах поставленных. Также им покажут эту дежурную часть вооружения транспортной полиции. В ходе акции полицейские помогли студентам увидеть и ощутить специфику деятельности транспортного подразделения органов внутренних дел. В мероприятии приняли участие юрист линейного отдела полиции станции Буй Анастасия Шубина, рассказав об истории российской полиции, которая в этом году готовится отметить свое трехсотлетие, а также полицейский кинолог, который познакомил ребят с необычным сотрудником транспортной полиции, служебной собакой и на месте продемонстрировал совместную службу. Эту акцию мы проводим уже пятый раз. В том году были также студенты вашего техникума. И всегда, в общем-то, ребята, уходя после проведения этой акции, меняют мнение транспортной полиции, более широкий взгляд на нашу службу становится. И, в общем-то, многие проявляют желание проходить службу в органах внутренних дел. Вообще, 2018 год, это будет юбилейный год для органов внутренних дел, будет отмечаться трехсотлетие российской полиции. Если говорить вообще о полиции, да, деятельность полиции – это атрибут любого государства. И все мы прекрасно знаем, что образование государства связано с тем, что в обществе должен быть порядок. Да, все мы должны с вами соблюдать закон. И от того, насколько устроена деятельность полиции, да, зависит развитие культуры, социальной сферы государства, политическая сфера, экономическая. То есть все завязано на порядке. А порядок обеспечивают стражи порядка, то есть полицейские. В эти дни курсанты учебных заведений МВД России – студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений, проходит стажировку в различных подразделениях ОВД. На встрече перед студентами выступил Григорий Апарин, один из курсантов, который в этом году заканчивает обучение в Санкт-Петербургском университете МВД России. И на данный момент проходит практику в транспортной полиции города Боя. Как учеба у нас походит, так же с построения начинается, с построения утренние. Там смотрят, как мы там подстрижены, одеты, как все ли аккуратно, брежно. И дальше у нас идут учебные занятия. Проходят они до двух. Дальше идет самостоятельная подготовка. На самостоятельной подготовке у нас там стаилы проходят. Также, допустим, подготовка к занятиям на следующий день. И по шестому построению выйти домой. Бывам домой, но там по свободному плану до 11 часов мы можем находиться, гулять по Питеру так же, отдыхать. А потом дальше все, отбой в 11. Вы можете так же отучиться сейчас в техникум, потому что со мной вот в заводе учатся ребята, которые закончили жизнодорожную техникум. И в дальнейшем сходили в армию, сдали экзамен, ну, ИГ. И так же со мной сейчас обучаются. Сейчас заканчивают, будем вместе. Что касается стипендий, это, не знаю, такой вопрос все. Ну, вот с 1 по 4 курс у нас денежное удовольствие, оно так называемое, что. Но у нас было, ну, где-то вот, все зависит от учебы. Ну, как сдача сессии. В целом, обучение проходит очень моментально, все быстро. Ну, от сессии до сессии вообще все быстро проходит. А вот нам как бы дают чем заняться, и все мы делаем. Из-за этого как-то быстро время пролетает. Получается, с 1 по 4 курс у нас было денежное удовольствие где-то в районе от 11 до 14 тысяч в месяц. И вот с 5 курса получается, мы получаем младших лейтенантов. И вот у нас денежная удовольствие составляет от 21 до 25 тысяч. А вот, потом на выпуске нам дают лейтенантов уже. Ну, и потом дальше мы проходим в службу, где мы, откуда брали направление. Допустим, если от города брать, то надо будет вернуться. Если, допустим, ты берешь и транспортную полицию, то ты можешь себя как-то зарекомендовать, что тебя могут даже в Питере вот оставить, и там дальше останешься, и можешь проходить в службу. Ну, в целом, я как бы доволен. У меня все устраивает, все интересно. Также, ну, допустим, мы выезжаем на полигоны. У нас там огневарки готовки есть, выезжаем на полигоны, стреляем с СВД, ну, снайперская винтовка Драгунова. Потом срока, с поэма. Ну, в целом, я доволен. Так что давайте выполнять ряды. Цель столь масштабной акции, конечно, не в том, чтобы дать молодым людям примерить на себя полицейскую форму. Необходимо, чтобы с юных лет человек понимал суть деятельности полиции, ее внутреннюю составляющую, чтобы студенты знали, насколько важна и трудна работа правоохранителей. Мы следуем цели, это прежде всего, чтобы несовершеннолетние меньше нарушали правил поведения на железной дороге, чтобы было меньше нарушений. И для того, чтобы привлечь студентов работать в органах внутренних дел. Конечно, требуется молодая кровь, требуется новое пополнение, чтобы молодые люди шли в органы внутренних дел, показывали свое стремление для того, чтобы защищать нашу Родину, нести правопорядок. Для полицейских очень важно не только обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок, профилактировать, пресекать и раскрывать противоправные деяния, но и просвещать сограждан в правовом плане, воспитывать молодого поколения активную гражданскую позицию, мотивировать на помощь органам внутренних дел. Обязательно мы приглашаем детские сады, мы приглашаем школу для того, чтобы показать работу транспортной полиции. Остаются довольны, потому что они узнают много нового, они посмотрели работу собаки, вдохновение в них какое-то появилось. И также они сейчас посмотрят вооружение, они им дают померить бронежилеты, пистолеты, каски. Они все это меряют и остаются очень-очень довольны. Проведение акции «Студенческий десант» позволяет укрепить доверие между сотрудниками полиции и несовершеннолетними, а также развить у подростков интерес к службе в органах внутренних дел. Полицейские надеются, что подобные мероприятия помогут ребятам определиться в профориентации, а органам внутренних дел пополнить свои ряды молодыми и перспективными кадрами. Продолжение следует...